здравствуйте уважаемые рукодельницы предлагаю вашему вниманию круглый мотив крючком элементы этого узора в основном прилегают плотно друг другу соответственно и мотивы получаются достаточно плотными но при соединении образуются довольно большие отверстия между мотивами если такой вариант вам не нравится можно заполнить их отдельными мелкими мотивами но они совсем мелкие будут или в процессе вязания немного изменив схему можно допустим дополнительные элементы сделать нести здесь допустим вот такие цепочки из воздушных петель и получится тогда из круглого мотива шестиугольник но мне такой вариант не понравился потому что форма мотива расплылась растворилась ну может кому-то такой вариант подойдет итак начало вязания 8 воздушных петель замыкаем в кольцо далее переходим к первому ряду 3 воздушные петли 3 воздушные петли заменяют нам столбик с одним накидом и далее теперь мы в кольцо вяжем столбики с одним накидом их должно быть 24 вместе с тремя воздушными петлями в начале вязания ниточку зарабатываем несколько столбиков делаем и нитку обрезаем так вяжем по всему кругу и так заканчиваем первый ряд все все кольцо должно передвигаться двадцать третий столбик и двадцать четвертый теперь вот сюда закрываем ряд соединительной петлей и переходим ко второму ряду 3 воздушные петли и в это же место столбик без накида это открытая пико дальше дальше мы делаем столбик без накида на следующей петли предыдущего ряда а теперь опять увязываем открытая пико столбик без накида 3 воздушные петли и столбик без накида в это же место далее опять провязали столбик без накида и опять делаем открытая пико из одной точки выходит у нас столбик без накида 3 воздушные петли и столбик без накида далее опять столбик без накида провязываем и переходим к следующему пику столбик без накида 3 воздушные петли и столбик без накида в эту же точку и так далее до конца ряда и таких пико у нас должно получиться 12 заканчиваем ряд у меня уже 10 пико вот я перешла к 11 петельки не пропускаем иначе мы не уложимся и здесь последняя 12 в эту же точку и последняя так сделаем должно быть 12 переходим к следующему ряду всего у нас четыре ряда теперь у нас идут дуги из 5 воздушных петель мы их прикрепляем между пико можно прикреплять соединительной петлей можно столбиком без накида так будет отверстие поменьше и так по всему ряду вот у нас получаются дуги над каждым пику получается дуги из 5 воздушных петель заканчиваем третий ряд и последняя дуга здесь мы вяжем таким образом две воздушные петли и столбик с одним накидом в начало ряда для того чтобы мы оказались на вершине дуги и могли перейти к следующему ряду вот так и переходим к следующему ряду последнему четвертому и так 3 воздушные петли которые заменяют нам столбик с одним накидом далее теперь на этой дуги столбик с одним накидом вяжем далее теперь вяжем столбик без накида и теперь вяжем два столбика без накида на разных основаниях но с одной вершины с таким образом вот здесь мы вяжем теперь на следующую дугу переходим столбик без накида а теперь провязываем их вместе дальше опять столбик без накида там уже на следующей дуге теперь вяжем два столбика с одним накидом далее две воздушные петли опять два столбика с одним накидом столбик без накида опять два столбика на разных основаниях но с одной вершины и и переходим опять следующий дуге столбик без накида два столбика с одним накидом столбик без накида и два столбика на разных основаниях но с одним накидом вяжем 2 воздушные петли 2 воздушные петли 2 воздушные петли 2 столбика с одним накидом вяжем с общей вершиной два столбика вместе но они на разных основаниях и так далее вяжем по всему кругу так мы заканчиваем последний ряд то нас верный элемент последний столбик без накида здесь продолжаем опять столбик без накида два столбика без накида на разных основаниях с общей вершиной так дошли вот мы дошли до первого элемента и мы его сейчас довязываем нам здесь осталось довязать два столбика с одним накидом 2 воздушные петли и мы прикрепляем закрываем ряд все закрыли у нас получается вот такой мотив довольно плотный если вязать плотно то он такой плотный и получится далее мы рассмотрим соединение этих мотивов так соединяются мотивы у нас этими верными элементами такими выступами верхушка к верхушке 2 на один мотив и 2 на другой мотив я дошла до верхушки где сейчас у меня будет две воздушные петли вот одна воздушная петля пойдет на соединение вот так одна воздушная петля вторую и довязываем элемент на одной туге то есть два столбика с одним накидом столбик без накидом дальше двойной столбик с одной вершиной опять столбик без накида столбик 2 столбика с двумя накидами опять дошли до вершины опять присоединяем присоединили 1 петля на соединение одну провязываем опять довязываем столбик 2 столбик с одним накидом столбик без накида переход в другой дуге столбик без накида довязываем до следующей вершины переходим к следующему мотиву вот к этому 1 петля на соединение 1 на довязывание также она помогает развернуть вязание и довязываем верный элемент для этой дуги продолжаем вязать доходим до следующей вершины присоединяемся одной петлей 1 довязываем и довязываем элемент и так далее вяжем до конца вот так мы присоединили и так мы вязали круглый мотив вот такой этот образец был связан крючком 125 этот крючком полтора а этот крючком 19 надеюсь все было понятно до новых встреч